МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Краснодарская студентка свела счеты с жизнью на Карасунах. У следствия уже есть предположение, почему она это сделала. Как в празднике быстрее добраться до торговых центров и гипермаркетов? Краснодарская мэрия разработала специальные маршруты и выгнала из города фуры. Ну, вы правильно говорите, там все сквачено у тех, кто эти наркотики отстраняет, это все уже оплачено. В кубанской столице обсуждали, как бороться с незаконным оборотом наркотиков и какие меры для этого нужно предпринять. Подарок действительно желанный и долгожданный. Сразу три детских сада открылось к Новому году в Краснодаре. Эта вещь, она как будто живая, она совершенно по-другому носится, совершенно по-другому дышит. Все больше людей борются с кризисом с помощью спиц. Мы узнали, насколько выгодно сейчас заниматься вязанием. Мне нравится обезьянка, она мягкая и пушистая. Одеть ребенка в магазине или сделать костюм своими руками? И сколько стоит новогодний образ? Вы смотрите «Вечерние факты». Здравствуйте, мы в прямом эфире готовы рассказать о главных событиях дня и начну с трагедии. В Краснодаре 19-летняя студентка покончила с собой. Такова предварительная версия правоохранителей. Девушка повесилась на дереве, тело обнаружила сегодня утром в районе Карасунских озер местная жительница, которая гуляла с собакой. Сейчас Краевой следственный комитет проводит проверку и выясняет причины и обстоятельства случившегося. По неподтвержденным данным, студентка могла свести счеты с жизнью из-за того, что не сдала сессию. Похожий случай произошел сегодня в Рязани. Там 12-летняя школьница выбросилась с девятого этажа из-за двойки. Девочка была отличницей, но получила плохую оценку, из-за чего произошел конфликт в ее семье. И о крупной аварии с пострадавшими, которая сегодня произошла в Новороссийске. Там фура с прицепом протаранила сразу несколько автомобилей. По предварительной версии, у большегруза отказали тормоза. ДТП произошло в районе машиностроительного завода «Молот». Сначала фура столкнулась с джипом «Тойота» и легковым «Хюндаем». От мощного удара обе машины отбросило в сторону. Затем многотонник буквально подмял под себя «Фольксваген» и протащил его несколько десятков метров. Остановить большегруз смогла только стена. В аварии серьезно пострадал водитель фуры. Его с места ДТП увезли на скорой, но точное количество пострадавших пока неизвестно. Будьте осторожны за рулем. Вечер пятницы оказался непростым. Для краснодарских автомобилистов пробки сегодня достигали 9 баллов. Но сейчас понемногу обстановка стабилизируется. В красной зоне пока еще все центральные улицы. Красная, Северная, Тургенева. Чтобы попасть в фестивальный микрорайон, придется постоять от Северной до Красных партизан. А вот в сторону центра пробка тянется от Атарбекова. Сейчас перед нами участок Тургенева в районе Стахановской. Насколько серьезная тут сложилась обстановка, судите сами. Движения в сторону центра практически нет. Придется постоять. Над Дзержинского этим вечером не видно серьезных дорожных проблем. В районе авиагородка движение интенсивное, но машины едут без остановок в среднем темпе. Улица Северная, как всегда, забита под завязку. На первом мосту можно угодить в огромную пробку. Она тянется из центра с минимальной скоростью не более 5 км в час. А вот на Селезнево все не так плохо. Транспорта в районе Стасова, конечно, много, но подолгу стоять никому не приходится. В обе стороны машины едут довольно бодро. Не порадует водителей Кубанская набережная. Тут проезд затруднен в сторону Тургеневского моста. От улицы Гоголя Вереница продвигается с большим трудом. И еще советую повременить с поездкой по Суворово. Там этим вечером непривычно, много машин. Пробка растянулась от улицы Ленина до городского сада. Зато свободно на Лукьяненко и Мачуге. Продумайте свой маршрут и хорошего вам вечера, а мы движемся дальше. Как бороться с незаконным оборотом наркотиков и какие меры нужно предпринять для этого в регионе? Эти вопросы сегодня обсуждали в Краевой администрации. Там прошло расширенное заседание антинаркотической комиссии. Провел его губернатор Вениамин Кондратьев. В зале руководители профильных комитетов и ведомств, представители правоохранительных органов. В режиме видеоселектора главы городов и районов Кубани. Подробности у Элины Касабовой. Статистика неутешительная, поэтому проблему нужно решать каждый день и системно. С этих слов глава региона Вениамин Кондратьев начал сегодняшнее, внеочередное, заседание антинаркотической комиссии. Губернатор в очередной раз обращается к цифрам. Только в этом году было зарегистрировано более 1700 преступлений, совершенных людьми в состоянии наркотического опьянения. И это, как правило, в крупных городах – Краснодаре, Сочи, Новороссийске. Сегодня нельзя сидеть сложа руки и не обращать внимания на эту беду. О том, что происходит в городах и станицах, жители знают больше. Население у нас знает все. И вы это реально понимаете. То есть любая бабушка, любые заведения увеселительные, при желании клиента заказать пакетик, они обеспечат доставку этого пакетика. И все знают, где его взять. Вот только ФСК не знает. А если знает, то почему-то не реагирует. Ну я вот не верю, что связи с населением у вас нет. Ну просто не верю. Среди проблемных городов и районов, где ситуация не улучшается уже несколько лет, Павловский, Староминской, Темрюкский район, города Анапа и Краснодар. Этим муниципалитетам рекомендовали обратить особое внимание на выявление, профилактику и борьбу с наркоманией. В некоторых районах профилактические акции проводятся формально так, что зачастую о них никто не знает. Вице-губернатор Николай Далуда еще раз обращается к главу, ведь именно они являются председателями муниципальных антинаркотических комиссий на местах. Нужно больше информировать жителей через средства массовой информации, телевидение, газеты, радио, рассказывать и показывать о реальной угрозе наркотиков и синтетических средств. Каждый житель района, проживающий в станице, в хуторе, в районном центре, в городе, должен знать, к чему приведет употребление наркотиков или же спайсов. И если они будут знать, тогда они будут в какой-то мере защищены хотя бы. Он будет понимать, что если курнул этот спайс, то все. Это же или инвалид, или труп. Много вопросов сегодня было и к руководителям межрайонных отделов наркоконтроля. По данным краевого ФСКН, в муниципалитетах плохо работают наркополицейские. Низкая раскрываемость дел, часть из которых просто не доходит до суда. Невнимание к обращениям граждан от суда, как следствие, и недоверие к сотрудникам наркоконтроля. Народ правильно говорит, там все схвачено у тех, кто эти наркотики распространяет, это все уже оплачено. Поэтому они там не работают, они там зарабатывают, у меня такое ощущение. Потому что если за год никаких дел не возбуждается и в суд не направляется, то на самом деле все схвачено у тех и за все оплачено тем, кто сегодня там сидит и ничего не видит. А которая прямая обязанность максимально бороться с этим злом. В какой-то части вы совершенно правы, есть на это конкретные примеры, когда задерживались наши сотрудники на получение взяток и так далее и тому подобное. Но здесь, как вы понимаете, я говорю на наиболее важных направлениях деятельности. То, что там работа ведется какая-то и регистрируются преступления, возбуждаются дела тяжкие, особо тяжкие. Это есть на самом деле, но это не то, к чему нужно стремиться. Равнодушных в этом деле быть не должно, еще раз подчеркивает Вениамин Кондратьев. Ведь от профилактической работы, которая будет вестись в каждом городе и районе, зависит будущее подрастающего поколения. Нужно от разговоров и формальных акций перейти к реальным делам, системно выявлять проблему и наказывать виновных. Проблема, ее решение стоит на уровне президента Российской Федерации. Наркотики просто уничтожают наш генофон. Калечат будущее поколение, в том числе и кубанцев. Значит, лишают нас будущего. Мы должны объявить жесткую и бескомпромиссную войну наркомании. Однозначно, только при системной работе мы системно поразим это зло. Потому что мы объявляем бескомпромиссную войну и начинается акция. А системная работа, наверное, должна просто быть. Системная работа, связанная с предупреждением, выявлением и неотвратимым наказанием. К тем, кто эти наркотики распространяет. Завершая сегодняшнее заседание, губернатор еще раз обращается к руководителям профильных комитетов и ведомств, представителям правоохранительных органов и главам на местах. В течение трех недель каждый из них должен представить реальные планы борьбы с этим злом. Елена Касабова, Алексей Комаров, Александр Кощеев, Кубань-24, Краснодар. Главой Ейского района стал Юрий Килимбет. Сегодня его кандидатуру утвердили местные депутаты на внеочередной сессии. По итогам работы конкурсной комиссии Килимбет набрал 72 балла и значительно опередил двух своих конкурентов. Кандидата на должность главы района депутаты определили путем тайного голосования. В итоге единогласно был избран Юрий Килимбет. Напомню, бывший руководитель муниципалитета Михаил Тимофеев попросил отпустить его в отставку в конце июля после продолжительной и скандальной встречи с руководством края. Продолжаем. Шестерых боевиков, которые готовили теракты, задержали сегодня на Северном Кавказе. Об этом заявили в Национальном антитеррористическом комитете. Все подробности готова рассказать Алла Гаража. Алла, добрый вечер. Ксения, здравствуй. Пятеро членов бандитского подполья были задержаны в Карачаево-Черкесии. Еще одного участника той же группы силовики поймали в Кабардино-Балкарии. Боевики готовили ряд терактов. В Черкесске правоохранители обнаружили и лабораторию по производству самодельных взрывных устройств. А теперь расскажу о других событиях уходящей пятницы в России и мире. Начну с трагедии на дороге в Санкт-Петербурге. Там женщина на огромной скорости выехала на тротуар и сбила сразу четырех пешеходов. Двое из них, мужчину и двухлетнего ребенка, машина переехала, и они застряли под автомобилем. Малыша в тяжелом состоянии госпитализировали, однако спасти жизнь мальчика не удалось. В полиции предположили, что женщина-водитель могла потерять сознание за рулем. По факту автоаварии возбуждено уголовное дело. Не менее ста человек погибли и несколько десятков пострадали в результате пожара на крупном газовом заводе в Нигерии. Трагедия началась со взрыва. Он прогремел во время перекачки топлива в автоцистерны. По словам очевидцев, мощность была такой, что жертвами стали жители из соседних домов. В зону прямого поражения попали и покупатели, которые приехали заправить баллоны. В Ростовской области возбудили уголовное дело против коллектора. С выбиванием долга мужчина явно перестарался. Он угрожал взорвать детский сад, если супруг одной из его сотрудниц не вернет долг в 120 тысяч рублей. Инцидент произошел в городе Сальске. После угрозы привести в действие взорное устройство заведующее садиком вызвало полицию. 150 малышей и два десятка взрослых пришлось эвакуировать. А 26-летнему жителю Азова, которого уже задержали, грозит до пяти лет лишения свободы. А вот мошенников из Санкт-Петербурга пока еще не нашли. Неизвестные там провернули аферу с Дедами Морозами и Снегурочками. Некая фирма объявила сбор желающих подработать в праздники. Молодым людям, в основном студентам, пообещали заказы на корпоративы. Однако для начала попросили внести по 4,5 тысячи на праздничное облачение. В итоге актеры не дождались ни заказов, ни костюмов. Руководство фирмы скрылось. Обманутыми оказались 200 человек. Ну а главная новость сегодня, это, конечно, католическое Рождество. Этот праздник отмечают миллионы верующих во всем мире. В храмах прошли праздничные мессы. А по традиции с Рождеством католиков поздравил сегодня и Папа Римский. Он обратился с посланием. Алла, расскажи, о чем поведал Франциск на этот раз. Ровно в полдень по итальянскому времени понтифик появился на балконе собора Святого Петра в Ватикане. В своем прощении Папа Римский вспомнил жертв последних террористических атак в Египте и Париже. Кроме этого, он призвал к выполнению соглашений на Украине. Глава католической церкви напомнил, что там, где родился Господь, появилась надежда и мир, а там, где мир, нет места ненависти и войны. Спасибо, Алла. Поздравляю друг друга с Рождеством сегодня и католики Кубани. В Краснодаре праздничная месса прошла минувшую ночью в церкви Святого Лебория. В украшенном храме показали сцену рождения младенца Иисуса Христа и провели литургию. Среди прихожан иностранные студенты, армяно-католики, приезжие из западных стран. На богослужения собрались около 300 человек. На душе как-то вот по-другому. Не знаю, вот как-то приходим, и какой-то радость, какой-то грусти не встает. Рождение Христа – это тайна воплощения, это празднование тайны, которое говорит об этом, что Бог принял человеческую плоть, чтобы человеческое естество поднять из глубины греха в Божью славу. Для католиков Рождество Христово – один из главных праздников, так же, как и для православных, которые отметят его 7 января. Детский сад в подарок на Новый год. Сразу три дошкольных учреждения открываются в эти дни в Краснодаре. На строительство было потрачено 570 миллионов рублей из федерального и краевого бюджетов. Учреждения распахнут двери для тысячи малышей. Сегодня новоселье отпраздновало детвора и их родители в районе улицы Черкасской. Садик стал первым в этом микрорайоне. Главные герои праздника, конечно, дети. Им даже доверили перерезать ленточку. В целом мы в этом году 29 детских садов в Краснодарском крае открываем. Такого большого объема еще никогда на Кубани не было. Но вместе с тем мы, конечно, закрываем актуальную очередь от 3 до 7 лет. Но вместе с тем остается проблемой для нас эта тема обеспечения мест в детских дошкольных учреждениях. Потому что очередь от 0 до 7 еще в Краснодарском крае 120 тысяч человек. И это самая большая очередь в России. Ликвидировать огромную очередь в детские сады – одна из главных задач региональных властей. И справиться с ней рассчитывают в самые кратчайшие сроки. Кроме новых садиков, муниципалитеты будут открывать пристройки к уже существующим дошкольным учреждениям. В Краснодаре, к примеру, на стадии завершения 13 таких объектов. Фурам запретили днем заезжать в Краснодар. Чтобы разгрузить дороги перед Новым годом, им придется подвозить товары к торговым центрам только по ночам с 10 вечера и до 6 утра. Такие ограничения будут действовать до 31 декабря. А для жителей края, которые направляются в Кубанскую столицу за покупками к праздникам, в мэрии разработали кратчайшие маршруты проезда гипермаркетом. Это позволит уменьшить количество заторов в городе. Для того, чтобы попасть в СБС, Вегу и Галактику, лучше выбрать улицу Уральскую. К сити-центру советуют добираться по индустриальной, а к торговому центру ОКЕЙ на Минской по Калинино. Краснодарцев же власти призывают передвигаться по городу по второстепенным дорогам, а еще лучше пересесть на общественный транспорт. Более половины россиян считают уходящий год удачным для себя. Об этом они говорили во время опроса, который провел Всероссийский центр изучения общественного мнения. Чуть меньше тех, в чью жизнь 2015-й принес трудности. При этом три четверти респондентов считают, что уходящий год в целом был сложным для России. Тогда как в конце 2014-го так считали на 15% меньше опрошенных. А вот от нового 2016 года наши соотечественники ждут стабильности как в экономике, так и в геополитике. Встречать его традиционно большинство россиян планирует в кругу семьи. Только десятая часть собирается пойти в гости. Рестораны и клубы для празднования выбрали всего 2% респондентов. Еще меньше отправятся в путешествия за рубеж. Веселье по казачьей. Атаманская новогодняя елка собрала в Краснодаре более 500 ребят со всего края. Среди них отличившиеся кадеты, ученики казачьих классов и школ. Ребята получили сладкие подарки и увидели сказочное представление. Вместе с ними на праздники побывала моя коллега Кристина Соколова. Волшебное представление для казачат. Атаманская елка собрала в центральном концертном зале ребят самых разных возрастов. Съехались они сюда со всего края, а еще из Адыгии. Там работает исторический отдел кубанского казачьего войска. Действуют они и в Абхазии, и в Карачаево-Черкесии. К сожалению, дети оттуда приехать не смогли. Это достаточно тяжело, есть свои проблемы. Но подарки от атамана. Сегодня приехал атаман, получил и повез туда для того, чтобы вручить детям там уже на новогодней елке. Сладкими подарками шуршат во время представления и дети в Краснодаре. Многие из них впервые на атаманской елке, поэтому готовились к ней особенно тщательно. На мне справа казачья. Я сам захотел, наконец. И кинжал тоже захотел взять с собой. Казак, он должен быть вежливый, защищать родину. Я сегодня пчелка, поликлубь, барышня. Кто выбирал, кто придумывал костюмы? Мама придумала костюмы. Мама покупала платья, но очень не понравилось. Нам очень повезло. Я думаю, что у нас папа казак. Мы попали на елку в Краснодар. Но оказаться на атаманской новогодней елке мечтают не только дети. С Куганинским корпусом здесь встретились. Хотя бы повод вместе сфотографироваться, как-то увидеться на общем мероприятии. Впервые атаманская елка зажгла огни 9 лет назад. Тогда подобного масштаба не было. Сегодня же дети мечтают сюда попасть, чтобы оказаться в настоящей сказке с казачьим колоритом. Кристина Соколова, Олег Черепок, Кубань, 24, Краснодар. Маленькие снежинки, зайчики и супергерои. В эти дни школы и детские сады заполонили сказочные персонажи. Новогодние утренники больше напоминают маскарад. А наряд для своего ребенка создают родители. Кто-то сам, кто-то покупает в магазине или берет на прокат. Сколько стоит новогоднее перевоплощение, узнала Елена Сахно. Мальвина, звездочет и маленький викинг. У многодетной семьи Коврышко целая коллекция своих новогодних костюмов. Ежегодно на елку каждому ребенку создавался новый образ. В итоге их было сшито так много, что они стали источником семейного заработка. У нашей бабушки 12 внуков. Каждый внук просил что-то шить, так как она любит рукодельничать. И она шила всем внукам разных героев. А так как мы не знали, что и как, внуков больше и больше становится. Поэтому мы решили, что такую красоту надо просто давать в прокат. За 350 рублей можно взять костюм на прокат и оплачить своего ребенка в пажу, буратину или принцессу. Но белые и пушистые все чаще уступают место ярким и модным. Зайчики и снежинки, такие популярные в советских садах и школах, сегодня встречаются все реже. Зато магазины переполнены современными героями детских мультфильмов. Один из хитов этого сезона – персонаж вселенной Трансформеров – робот Бамблби. Перевоплотиться в него можно за 2300 рублей. Цены на новогодние костюмы в этом году, как и на все товары, подросли. И сегодня детский наряд в среднем обойдется не дешевле полутора тысяч рублей. Однако родители все равно не скупятся на новогодние образы детей. Например, гномы, бамблби, трансформеры, ледяные ниндзи, ковбои, человеки, пауки, мстители. В связи с изменением курса валют стоимость, конечно, в этом году чуть выше, чем в прежнем. Для тех, кто хочет, чтобы ребенок на новогоднем утреннике и вовсе выглядел с иголочки, работают ателье по пошиву детских костюмов. В этом году помимо белочек и лисичек детям предлагают примерить образ символа наступающего года – маленькой обезьянки. Мне нравится обезьянка, она мягкая и пушистая. Он состоит у нас из комбинезончика, вот такого вот комбинезончика. Сюда входят перчаточки такие, сверху одеваются на ручку. И вот на ножку, чтобы было удобно, с обувью, просто на обувь сверху одеваются вот такие вот лапки. На создание таких персональных образов у модельеров уходит почти три дня, и стоимость такого костюма обойдется около двух тысяч рублей. Составляем, делаем эскизы, рисуем, продумываем, как это все должно быть. То есть вот ушки, все-все это было продумано, кисточки. Если родители хотят, чтобы их ребенок отличался от всех остальных, от основной массы своей интересностью, неповторимостью, то, конечно, имеет смысл сшить костюмы. Брать на прокат, покупать или шить на заказ – каждый родитель делает выбор сам. Но главное – учесть вкусы тех, кто примеряет на себя праздничный образ. Елена Сахно, Наталья Клещева, Самир Гачаев, Евгений Кузьминов, Кубань-24, Краснодар. Пережить кризис со спицами в руках. Вязание сейчас становится все более популярным. Для желающих освоить этот вид рукоделия проводят мастер-классы, в изобилии появляются тематические сайты. Стало большее объявление о работе на заказ. С несколькими мастерицами встретилась моя коллега Евгения Сокмаркина. Жень, привет. Привет. Скажи, пожалуйста, вязать выгодно? Знаешь, вопрос очень спорный, но тем не менее спрос на одежду ручной работы, он есть. Да, но ведь и конкуренция большая. Мне кажется, сейчас вяжут все, кому не лень, и размещают объявления о продаже вязаных вещей в интернете. Ну вот именно поэтому приходится постоянно придумывать что-то новое, чтобы выделиться из толпы. Ну вот, например, одна из героинь моего сюжета, она сотрудничает с шоурумами, в том числе и столичными, и даже создала свой собственный бренд и интернет-магазин. Ну, подробнее я предлагаю посмотреть в моем сюжете. Интерес к вязанию у мастерицы Елены Скворцовой с детства. Поначалу увлечения дома не одобряли. Боялись, что хобби усугубит проблемы со зрением. Поэтому, вспоминает Елена, училась тайно на оточенных карандашах и обычной нитке. Позже в семье нашли компромисс. Очень толстые спицы и пряжа. Теперь же рукодельница выполняет самую филигранную работу. Крючок единичка, крючок единичка, нитка тонкая. Вот такой объем, вот такой объем филийной вязки, буквально 40 минут. Блоска из ирландских кружев, пушистый свитер. Такие вещи Елена вяжет на заказ. Люди к ней обращаются, несмотря на изобилие машинного трикотажа в магазинах. Когда одеваешь на себя ручную работу, или когда соприкасаешься именно с ручным трудом, куда душу мастера вложил, эта вещь, она как будто живая. Она совершенно по-другому носится, совершенно по-другому дышит. Одна из самых больших радостей – вязать для близких и передавать азы мастерства внучки Сони. Мы сделаем вот такие цветочки и вот такое украшение. Ирина Аллаханова тоже вязала для семьи. Теплые носочки, шарфики и жилетки до сих пор носят дети, внуки и племянники. Впервые Ирина Ивановна взяла в руки спицы не ради забавы. Шерстяные носки она отправляла на фронт. Эту работу совмещала с учебой на стоматолога. Было время, чтобы трех часов ночи вязали, потому что надо было срочно послать посылки. А потом утром уходила на занятия к семи часам утра. Носки. Не знаю, сколько я пар навязала, но знаю, что много. Школа военных лет приучила относиться к материалам экономно. Не так давно пенсионерка придумала использовать для вязания лоскуты из старых капроновых чулок и колготок. Такой материал делает носки невероятно прочными. Это моя первая взрослая коллекция. Фрагменты жизни называется. Я ее посвятила своей маме. Для Светланы Комаровой затейливое переплетение нити словно ноты для композитора. С помощью вязального крючка ее дизайнерские фантазии превращаются в музыку кружев и узоров. Чтобы не затеряться среди множества талантливых мастериц, решила создавать что-то свое. Так появился интернет-магазин и собственный бренд. Ценовая политика Светланы, как и у многих других рукодельниц, демократична. Если вещь сложная, я исхожу именно из сложности. Если я над ней очень долго работала, значит, ну, соответственно, она, конечно, будет дороже. Но, опять-таки, если человек очень ее хочет купить, но у него нет возможности, все это, конечно, я обговариваю. Многое, конечно, зависит от материала. Сейчас цены на пряжу поднялись и стоимость мотка порой исчисляется не одной сотней рублей. Светлый джемпер из пряжи с содержанием хлопка. Вещь достаточно популярная. В сетевых магазинах подобный предмет гардероба можно найти в пределах от 700 до 1500 рублей. Связать выйдет на порядок дороже от 3000 рублей. Цена у каждой рукодельницы индивидуальная. В нее, как правило, закладывается стоимость материала и самой работы. Конечно же, получить обновку сразу не получится. Любой заказ требует времени. Но, как говорят мастерицы, это того стоит. Вещь рукотворную и носить приятнее, и прослужит она гораздо дольше. Работа крючком и спицами кропотливая. Требует не только ловких рук, но и усидчивости. Поэтому, чтобы всерьез заниматься этим делом, надо очень его любить. Евгения Сокмаркина, Михаил Бойправгин, Адий Шапошников, Сергей Целиков, Нил Ракша, Кубань24. Знаешь, вот интересная все-таки эта сфера. И мне кажется, здесь еще очень много всего можно придумать. Вот, казалось бы, один клубок, а сколько идей? Я с тобой согласна. Недавно попалась на глаза новость. Интернет-пользователи пожертвовали больше 200 тысяч долларов на огромные вязаные вещи, шарфы, одеяло. Это такой проект одной из интернет-студий. Вот кому-то, может быть, пригодится такой вариант. Спасибо, Жень. Думаю, пригодится. Мы продолжаем. Краснодарская ювелирная сеть признана лучшей в России. Победу в престижном международном конкурсе, который проходил в Москве и собрал более 500 участников, в этом году одержала компания «Ювелир Дизайн». На Кубани она работает больше 10 лет. Сегодня в крае есть 20 салонов. Самый представительный из них – выставочный центр в Краснодаре. Он расположен в мегацентре «Красная площадь» на первом этаже. Клиенты могут найти уникальные авторские украшения с особенным дизайном и тематикой. К примеру, серьги и кольца с драгоценными камнями и неповторимой цветовой гаммой. Здесь представлен самый широкий в городе ассортимент ювелирных изделий. Центр сотрудничает с крупнейшими российскими производителями. На стендах всегда есть новые коллекции известных брендов и большой выбор обручальных колец – от классических до эксклюзивных. Кроме того, у компании единственный в России салон ювелирных украшений для детей – «Ювелир Дизайн Китс». Там больше 3000 ярких и необычных изделий. Необычная выставка открылась в Краснодаре. Она посвящена крестителю Руси, князю Владимиру. Дети, участники всероссийского конкурса представили рисунки, иконы, аппликации и даже витражи. На них изображены соборы и часовни, а также исторические события – крещение Руси и подвиги наших первых святых. Как отметили организаторы, по этим работам можно судить о духовном развитии школьников. Очень приятно, что же у них в душе и сердце. Святое, чистое, высокое, историческое. То, что относится к нашему отечеству любимому. То, что относится к нашей истории и к Богу, и к церкви. Такой конкурс в Краснодаре проходит уже во второй раз. В этом году он собрал более 700 участников из Нижегородской, Омской, Липецкой областей, Кубани и Республики Башкортостан. Благодаря поддержке администрации края конкурс расширил свою программу. Во время выставки пройдут кинопоказы, встречи с поэтами и концерты. Сохранить и возродить для потомков. Под таким девизом вот уже полвека работает Краснодарское краевое отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Сегодня у него юбилей, 50 лет. Специально к этой дате наша съемочная группа отправилась на необычную экскурсию по Краснодару, чтобы найти такие объекты культурного наследия, о которых мало знают даже коренные жители. И за современным обликом краевой столицы мои коллеги с удивлением обнаружили совсем другой город. Смотрим. Помпезная арка в стиле неоклассицизма. Главные символы советского времени рабочие колхозницы, 28 нарядных павильонов. Именно такой помнит кубанскую ВДНХ Изабелла Бондаренко. В далеком 56-м, когда огромный выставочный комплекс только открывался, здесь, в Чистяковской, а тогда еще Первомайской роще, все буквально дышало радостью и уверенностью в светлом будущем. Все в городе говорили о выставке, что видели здесь, какая радость была, что достижение улучшается, что мы все строим и восстанавливаем. Сейчас от былого великолепия не осталось и следа. На стенах некогда величественных зданий совсем не величественные надписи. Пустые окна зияют разбитыми стеклами. Памятник целой эпохи превратился в памятник человеческому равнодушию. Мы отдавали часть своей жизни, часть своего благоустройства. Все отдавали в 56-м году, чтобы построить эти здания. Попасть в сами павильоны, где полвека назад на витринах красовались мясо, молоко, колбасы, табак и, конечно же, кубанские вина, сейчас невозможно. Почти невозможно. Нашей съемочной группе это удалось. Проводником согласился стать Евгений. Через дыру в заборе он провел нас внутрь. Жене 23. В будущем он архитектор, а в настоящем диггер. В переводе на русский – копатель. Но интересны ему не столько заброшенные здания, сколько их история. О бывшей краевой сельхозвыставке он знает много. Начались перестройки, упадок и все павильоны забросили. А потом уже в начале 60-х годов решено было сделать сеть детских садов. После в стенах этого детского сада случился пожар. Выгорели все помещения. И о тех временах, когда здесь играли дети, напоминают только свисающие со стен обои с мишками. И метровая пыль на форзаце какой-то книги с надписью «Ку». Дальше уже не разобрать. А вот внутрь мельницы на пересечении Северной и Чкалова попасть не удалось. Еще в конце позапрошлого века ее построил богатый купец Киркор Киороглы. После революции тут работал мельзавод Треста-Главмука. А в 1994-м здание перешло ко всекубанскому казачьему войску. Но через время снова сменила хозяина. Сейчас мельница архитектурный памятник федерального значения. А значит и финансироваться должна из казны государства. Но вот только балансодержателя нет. Так и стоит кирпичная глыба уже который год. Это только малая часть заброшенных зданий краевой столицы. Через их пустые окна в современный, многоэтажный и сияющий неоновыми огнями Краснодар как будто заглядывает в прошлое. Призраки давно забытого Екатеринодара. Екатерина Порохоняк, Наталья Ткаченко, Антон Калиниченко, Кубань-24, Краснодар. Сейчас к выходу в эфир готовится специальный репортаж. Настоящее большое путешествие по заброшенным зданиям Краснодара. Вы его увидите совсем скоро в новом году. И не забудьте включить Кубань-24 завтра вечером. На этой неделе определились имена финалистов реалити-шоу «Бои белых воротничков». В течение полутора месяцев 60 офисных сотрудников, в том числе и 4 девушки, учились драться на профессиональном уровне. До заключительного этапа дошли 26 человек. Их схватку будут наблюдать сотни зрителей. Главные бои сезона в эфире нашего телеканала уже в эту субботу в 22.10. Не пропустите.